Дорогие братья и сестры, всех василищно приветствую, мир вам и с праздником, с праздником Троицы, с праздником сошествия Духа Святого на учеников, на апостолов, которые стали притечей тому, что и в свою очередь и на нас, когда мы принимаем Господа Иисуса Христа своим Спасителем, Господь не спосылает Духа Святого и мы запечатлены им. И слава Господу, что мы вспоминаем эти события, которые изложены для нас в Священном Писании и можем радоваться, торжествовать и благодарить Господа за то, что Он дает для каждого из нас. Я буду читать книгу «Удеяния апостолов», 2 глава, 1-4 стиха. Сегодня на 9-часовом утреннем служении этот текст был прочитан. Брат Юрий вышел, прочитал тоже этот отрывок Священного Писания, и я прочитаю этот текст. И знаете, слушая вот эти три проповеди на 9 часов, брат Юра и я сейчас буду проповедовать, я вижу, насколько многогранен наш Господь, насколько Он дает мысли проповедникам. Они где-то пересекаются, но проповеди абсолютно разные. Хотя как бы проповедуется на один текст, но Господь не спосылает вот, знаете, такую картину, которая из пазлов складывается, где разные грани отсвечиваются влияния или действия Господа в жизни каждого из нас в жизни Церкви. Поэтому давайте, братья и сестры, со мной прочитаем «День апостолов», книга 2 глава, 1-4 стиха. «При наступлении Дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе». Это говорится о тех братьях и сестрах, о которых пишет Лука в первой главе. Там написано, что около 120 человек находились в горнице, они были единодушно вместе и молились. И вот об этом Лука пишет, что они были единодушно вместе. И второй стих. «И внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились. И явились им разделяющие языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них. И исполнили все Духа Святого и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать». Мы уже почти на память знаем этот отрывок. И вот День Пятидесятницы. Удивительный праздник. И если мы читаем Сочинное Писание, то мы находим удивительную вещь одну. Это то, что стало причиной прихода Духа Святого на землю или на апостола в сошествии. Ведь были условия, почему Дух Святой не мог прийти. Об этом говорит Сочинное Писание Иисус Христос. Об этом сказал, мы с вами читаем Иоанн, Иоанна, 7 глава, где написано, что Духа Святого не было на апостолах, потому что Иисус Христос еще не был прославлен. То есть одно из условий, когда Дух Святой должен был сойти на апостолов, на учеников, это чтобы Иисус был прославлен. Второе условие уже Иисус Христос говорит в 14 главе Евангелия Теана. И Он говорит так, что если Я не пойду, Дух Святой не придет. Устами Иисуса была произнесена такая фраза, лучше для вас, чтобы Я пошел. Ибо если не пойду, Дух Святой не придет. А когда Он придет, то Он наставит вас на всякую истину. Вы сейчас не можете вместить всего того, Он продолжает говорить своим ученикам, всего того, что Я говорил вам. Все Мои наставления, все, что Я вам говорил, вы не можете вместить. Но когда придет Он, Дух Истины, то Он наставит вас, научит на всякую истину, и от Моего возьмет и Меня прославит. Вот какие условия должны были быть выполнены для того, чтобы Дух Святой сошел на учеников в день Пятидесятницы. Эти два условия были выполнены. Мы знаем, что Иисус Христос умер на кресте Голговском, и Он сказал, совершилось, то есть завершилась Его миссия на земле. Он продолжает сегодня свою миссию служения нам с вами, церкви, как первосвященника, как ходатая, который вошел во святилище нерукотворенное, не просто которое имело образ небесного, и по этому образу Моисей сделал скинию, затем Соломон построил храм. Иисус Христос вошел в нерукотворенное святилище, пред лицо Бога Отца, и воссел одесную Отца Небесного, и Он сегодня совершает свой труд. Но тот земной труд Он совершил, и словами совершилось, Он закончил свое миссиянство на земле. Да, Он еще должен был воскреснуть, и Он воскрес из мертвых. Да, Он еще сорок дней приходил с учениками навстречу и пояснял им вопросы Царства Небесного, и затем десятидневное молчание. Как это было когда-то, когда Господь говорил еще через Захарию, мы об этом читаем через Агея, через Малахию, и 400 лет молчания. И только во Иисусе Христе Господь начал говорить израильскому народу, в Сыне Своем, как мы читаем послание к евреям. И вот десять дней молчания ученики ждут, ждут обетования, ждут того, что Господь Иисус пообещал им, чтобы они не отлучались из Иерусалима, чтобы получить обещанное от Бога Отца. Иисус прославлен. И в первой главе мы с вами читаем о том, что День Апостола, что Иисус вознесся во славе. Ввиду учеников Он поднялся и пошел на небеса. Облако взяло Его, и Он пошел на небеса. И второе условие выполнено. Господь ушел. Господь ушел, но не оставил нас сиротами. Как Он и говорил, «Я дам вам Духа Святого, утешителя, другого, который придет для того, чтобы вести вас, для того, чтобы давать все необходимое, чтобы вы могли быть послушны Господу Богу». Интересно, что Лука связывает эти два действия, которые были в жизни Христа. Это вознесение Господа и сошествие Духа на апостолов. И один человек выразился так. Вот в своем размышлении об этих вещах он написал, «С вознесением Христа на небеса взошла наша природа, а в Пятидесятнице Дух Святой сошел на нашу природу». Вот интересно такие высказывания, но как о многом они говорят. Иисус как предтеча, как Сын Божий, Сын Человеческий вошел в небеса, как предтеча, и дает нам надежду, что мы будем там же вместе с Ним. Но Духа Святого посылает на нашу природу. Дух Святой входит в наши сердца, и Он становится частью нашей жизни. И мы становимся частью божественного естества, как пишет апостол Петр. Это то, что делает Господь Бог. Этому никому не дано понять. Вообще не то, чтобы подумать об этом, а воспроизвести это в действии. Это только мог сделать всемогущий Бог, у Которого такой великолепный план спасения человечества, что мы становимся причастниками божественного естества через вселение в наше сердце Духа Святого. Апостол Павел пишет в послании к евреям, что Бог раздаянием Духа Святого. Вот такое интересное там выражение есть, что Он засвидетельствовал об Иисусе Христе и чудесами, и знамениями, и раздаянием Святого Духа, каждому человеку, который принимает Господа Иисуса как своего личного Спасителя. Это не значит, что Дух Святой разделился и каждому дал нам по кусочку себя отнюдь. Дух Святой — это личность, неделимая. Он поселяется полностью, и Его присутствие в полной мере находится в каждом из нас. И Он дает нам, и не только силу, Он дает все свое, приходя к нам в жизнь. Когда ученики были закрыты от опасений от Иудеев в горнице по воскресению Иисуса Христа, и Господь встал перед ними и сказал «Мир вам!» А затем говорит «Примите Духа Святого». Кому простите грехи, тому простятся, кому оставите, на том останется. И казалось бы, что это уже идет восполнение того обетования, которое Господь обещал Своим ученикам. Но это было такое локальное обвеяние Духа Святого. Господь вдохнул, написано, и как бы возродил их и привел в нормальное состояние Духа и Души. Потому что они были в таком, не знаю, как правильно сказать, состоянии, когда они были потеряны, они были, ну не знаю, расстроены, что их спаситель, надежда их умерла со смертью Христа. И на что теперь можно надеяться, как можно теперь вообще жить? Но Господь их восстанавливает тем, что дает им вот это дыхание. Это слово употребляется так же, когда Господь сотворил человека и вдохнул дыхание жизни, и стал человек душою живою. Это же самое слово употребляется в Писании, как там, в бытие. Так точно и здесь, когда Господь вдохнул, как бы вернул их жизни. Но полное действие Духа Святого, когда Господь наделил их силою, способностью быть стойкими, мужественными и нести Евангелие в мир, это произошло в день Пятидесятницы. Потому что мы с вами читаем в первой главе, Господь говорит, что вы примете силу, когда найдет на вас Дух Святой. И они 10 дней ожидали этого обетования. И вот День Пятидесятницы. Лука пишет, при наступлении Дня Пятидесятницы все они были в ненадушном месте. День Пятидесятницы – это ветхозаветний праздник. Его называют по-разному. И День Пятидесятницы… Кстати, почему День Пятидесятницы? Потому что от греческого слова «пентекостой» мы слышим, да, вот если мы даже по-английски это слово звучит, Пятидесятник или День Пятидесятницы. Но если мы говорим о еврейском, ветхозаветном празднике, то это праздник жатвы, это праздник седмиц, это 50-й день после Пасхи. И еврейский народ имел от Бога повеление три раза в год собираться в храме для того, чтобы прославить Бога за Его благие деяния народу данные. Это праздник Пасхи, это праздник Пятидесятницы, он еще праздник жатвы, когда они собирали урожай и благодарили Бога за это. И третий праздникущий. И вот День Пятидесятницы, когда многие люди сошлись в Иерусалим для того, чтобы прославить Бога, Господь вот дает такое чудо. Он не спосылает Духа Святого на апостола. И здесь есть, братья и сестры, определенный символизм. Когда мы с вами читаем книгу «Левит», мы находим, что в 23-й главе, когда на Пасху срезался первый сноб, ячменя, и священник потрясал его перед Господом. И многие толкователи говорят о том, что это был символ такой или образ страданий нашего Господа, что сноб символизировал Иисуса Христа, который выходил на страдания, как первый сноб. А вот День Пятидесятницы, когда собирался урожай, то приносилось при лицо Господа два испеченных хлеба из ячменя. И здесь тоже есть некий символизм, то, что в День Пятидесятницы Господь как бы объединяет церковь из двух народов, из язычников и евреев. И об этом мы с вами читаем послание апостола Павла к Ефесянам во 2-й главе, что Он в обоих создал один мир. Это делает Господь. Это тоже такое символическое значение действия Господа Бога в жизни нашей. Итак, День Пятидесятницы. Это тот день, который избрал Господь. Почему Он это сделал? Вот брать Юрий сегодня говорил некоторые вещи, говорит, почему такое Господь делает? Ему только одному ведомо. Он только предопределяет все времена и сроки. Мы только можем верою принимать это и жить этим. Так вот День Пятидесятницы. Когда люди сходятся на поклонение Богу, мы видим, что Господь начинает новую эру взаимоотношений Бога и человека. То, что было ранее, оно отходит в сторону. Оно не упраздняется. Оно просто видоизменяется. И через это Бог начинает спасать человечество. Иисус Христос своим словом совершил, закончил свою миссию. Но спасение продолжается. Оно прогрессивное. Оно не остановилось только в момент тогда, когда Христос умер и воскрес. Духом Святым сегодня Бог спасает людей, запечатлевая их Духом Святым и записывая их в книгу жизни. На несколько моментов хочу обратить братья и сестры из этого текста. Первое. Посмотрите, где находились ученики, где находились те, которые, вот 120 человек, которые молились Господу и ожидали обетования. написано «Внезапно сделался шум с неба, как бы от несущего сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились». Где раньше сосредотачивал свое присутствие Господь Бог? Если мы читаем книгу «Левит», исход чисел, мы находим, что Бог пребывал в Скинии. И когда Моисей получил взгляд или понятие, Бог показал ему образ Скинии, которую должен был сделать народ израильский, для того, чтобы Господь мог там пребывать, чтобы там совершалось определенное служение. И вот когда эта Скиния была изготовлена, облако опустилось на Скинию, это обозначало, что Дух Божий, это сам Бог присутствует в этой Скинии. Когда Соломон построил здание храма, то же самое произошло. Когда он молился, то на это здание сошло облако, это свидетельствовало, что Дух Божий присутствует на этом месте. И от начала израильский народ понимал, что в одном месте, только в храме есть присутствие Божье. Они даже защищали себя, или как бы в их жизнь, в природу, вошло такое понятие, что если у нас храм Божий, то мы избраны на народ, значит, все у нас будет хорошо. Ведь в этом храме есть место для Бога. Это Бог определил для себя место. Но смотрите, что происходит в день Пятидесятницы, друзья. Храм-то остается в стороне. Не на храм сходит Дух Божий, а именно на людей, в доме, где они находились. Другими словами, Господь как бы открывает новую страницу взаимоотношений Бога и человека. Уже не в храме Бог встречается с человеком, а в сердце каждого из нас. Вот что значит сошедствие Духа Святого на учеников. Бог допустит затем, через время, что этот храм вообще будет разрушен. И по словам Иисуса, на нем не останется камня, на камне это произойдет. Первый век, 70-й год, по Рождеству Христову. Когда-то евреи и израильтяне сказали «Кровь его на нас и на детях наших». И это продолжается до сего часа. Сами на себя накликали беду, проклятие. Но Бог через это действует другим способом, другим методом. И это открывается в Новом Завете, как он действует. Израильский народ. Они должны были быть проводниками Божьей славы, Божьей истины среди тех народов, где они проживали, где Господь их поселил, поместил. И они должны были жизнью своей прославлять Господа Бога. Но они этого не сделали. Они уклонились в идолопоклонство. Прочитайте, братья и сестры, книгу из Икииля. Она, с одной стороны, кажется тяжелой книгой, но там очень много интересных вещей. 16-я, 17-я глава и другие. Господь Бог обличает этот народ в их идолопоклонстве. И он говорит, ты была при дороге, ну он так обращается, Иудея, Самария. И я, говорит, тебя поднял, я тебя омыл от кровей твоих. Я тебе дал все необходимое, чтобы ты была счастлива, чтобы ты пользовалась всем, что тебе даю. А дальше он пишет, а ту разноцветную одежду, которую я тебе дал, и те шелка, и то золото, и серебро, ты, говорит, употребила для того, чтобы прославлять идолов. И хлеб мой, который я дал тебе, ты приносила в жертву. И золото, которое я тебе дал, ты это все приносишь идолам. И сыновей, которых я тебе дал. Это говорит Господь через языки Иля. Ты, говорит, проводишь через огонь для идолов. То есть Господь говорит, я тебе все дал, а ты это употребил для идолопоклонства. Потому пришло это время, что Господь в сторону ставит израильский народ. В принципе, обращать внимание на всех живущих на земле. И теперь Он через церковь, через нас, братья и сестры, хочет прославить себя. Мы должны своей жизнью показать, что Бог славен. Потому что Он действительно славен. Он избрал нас для того, чтобы мы могли провозглашать Его силу, могущество и власть. Поэтому, когда мы читаем, что раньше нужно было идти в храм, нужно было там поклоняться. Сегодня на всяком месте, это сегодня уже говорилось, люди могут поклоняться Господу Богу. Сегодня Его место обитания, это наши сердца, братья и сестры. Послание к Арифинам, Господь через апостола Павла дважды говорит, не знаете ли вы, что тела ваши, суть храм Духа Святого, живущего в вас, и вы не свои. Вы куплены дорогой ценой, и потому должны прославлять Господа Бога и в телах ваших, и в душах ваших. Вот что желает от нас Господь Бог, давая нам Духа Святого, давая нам вот такое великое звание детей Божьих. Это не просто, чтобы мы получили это и радовались. Да, радоваться нужно, но это для того, чтобы прославить Бога. Прославить Бога. И донести Его имя до погибающих людей. Второе, на что хочу обратить внимание, это люди, на кого были, на кого сошел Дух Святой. Посмотрите, священство. Ведь ранее это были колено Левиена, священники оттуда, левиты оттуда. Одно единственное колено, которому дано было право вообще служить при храме. А перед священником один раз в год войти в святое святых. Это была определенная каста, определенная элита духовная, которая могла совершать определенные духовные требы в храме. Где мы? Мы их здесь не находим, братья и сестры. Их здесь нет. Их здесь нет. Здесь есть обыкновенные простые люди, на которых сошел Дух Святой. И которые стали свидетелями Господа до пределов земли, до края земли. И слава Богу, братья и сестры, что мы, как церковь, входим в этот народ Божий. Бог не исключил их от спасения, израильский народ или священство. Мы читаем, что и многие священников обратились к Господу Богу. Но они отвергли волю Божью, как Лука пишет слова апостола Павла. Вы отвергли волю Божью. К вам первым послано свидетельство об Иисусе Христе. Но отвергаете вы это. Поэтому я иду к язычникам и им буду проповедовать. И так и случилось. Так и случилось. И мы видим, что Дух Святой сегодня разделяется, или раздается на каждого человека, который принимает Христа как Суличного Спасителя. Слава Господу, братья и сестры, что мы сегодня, будучи не народом, стали народом. Будучи не помилованы, Петр пишет во 2 главе своего послания 1. Мы помилованы. Но для чего? Для того, чтобы возвещать совершенство, призвавшего нас из тьмы в чудный свой свет. Вы народ святой, пишет Петр. Царственное священство. Что нам еще нужно, братья и сестры? Когда Господь возносит обыкновенного человека до высоты небес через Духа Святого. И третье, на что хочу обратить сегодня внимание, это то, что они исполнили все Духа Святого. Удивительно. Они исполняются Духа Святого. Если раньше это было такое местное, локальное действие, когда на кого-то сходил Дух Святой, и он обладал какой-то определенной силой для того, чтобы выполнить какое-то действие или работу при лицом Господнем, то сегодня на каждого человека, на каждого абсолютно человека, кающегося, рожденного свыше, Господь не спасывает Духа Своего. Это называется исполнением Духом Святым, это называется крещением Духом Святым, это называется рождением свыше. И вот послание к Ефесянам, 5 глава, 18 стих, апостол Павел пишет, «И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь Духом». Здесь это слово переводится в таком повелительном наклонении не просто между прочим как-то или хочешь, не хочешь, но именно в такое повелительное наклонение постоянно исполняться Святым Духом, потому что это необходимо исполняться Духом Святым, чтобы иметь силу жить и прославлять Господа Бога. не просто какое-то жалкое существование в духовной слабости или отсталости, а наоборот в жизни радости, уверенности и победы. Очень часто можно слышать от людей, которые, ну такая, знаете, ни шатка, ни валка духовная жизнь, да мне бы хотя бы у порога так, знаете, вот в Царстве Божьем оказаться. Братья и сестры, что это за перспектива оказаться хотя бы у порога? Апостол Павел говорит, бегу, чтобы получить награду и не просто, чтобы воздух бить, но это он делает для славы Господа, чтобы его возвеличить, чтобы его прославить и оказаться действительно в небесах с Господом Богом. Так вот, Дух Святой нам дал для того, чтобы мы вели победоносную жизнь, братья и сестры. Для этого Дух Святой сошел на учеников, чтобы они могли провозглашать истину и быть победителями. Интересно, что есть несколько значений, когда употреблялось это слово, когда люди употребляли это слово. Но смотрите, первое, это слово применялось довольно часто при описании раздутого паруса, когда благодаря ветру судно приводилось в действие. И чем сильнее надувались паруса, тем быстрее скорость этого парусника была. Ну, это понимаю. Так вот, сила приходила, когда раздувались паруса и ветер гнал это судно. Братья и сестры, это слово вот исполняться, оно как раз вот употребляется в отношении нас с вами, церкви, каждого отдельности, чтобы наполняясь Духом Божьим, могли иметь правильное движение в Боге. Не оступаться, не падать, если даже происходит, подниматься, снова исполняться и идти дальше. Апостол Павел он исполнился Духа Святого тогда, когда пошел за Господом. Дух Святой стал его наполнять для того, чтобы он совершил определенную миссию, которую Бог определил для этого апостола. И всякий раз, когда мы читаем, что какое были действия апостол Павел или Петр не совершал, написано и исполнились Духа Святого и сделали то или другое. Если мы хотим быть победоносными, если мы хотим быть уверенными в Господе, радующимися людьми, нужно исполняться Духом Божиим. Второе. Исполняйте, слово исполняйтесь передает идею проникновения. Этот термин употреблялся, когда при описании употребления соли для сохранения каких-либо продуктов. И вот соль проникала полностью в продукт и она сохранялась от порчи. Этот продукт сохранялся. Так вот, самое удивительное, что Дух Божий должен пронизать все наше естество. И это будет сохранять нас от влияния греховных вещей и от греха в принципе. Чем больше мы наполнены Духом Божиим, чем больше Господь Бог пребывает в нас, тем меньше у нас появляется каких-то таких-то, знаете, идей левых, если можно сказать, которые уводят нас от Господа Бога. Которые неприятны Богу и за которые потом нам становится стыдно, если мы это делаем или же или думаем об этом. Когда мы пропитаны Словом Божиим, Духом Святым, все у нас будет в порядке. И третье, это означает полный контроль. Если человек находится под наркотическими какими-то веществами или под влиянием алкоголя, мы понимаем, что все, что бы он ни делал, он контролируется этими яствами или веществами. И он не может действовать уже свободно, потому что это все контролирует, это все ведет им. Иногда говорят, что у тревезного человека на уме, у пьяного на языке, потому что он, а потом такой герой становится, когда там примет лишку, такой, знаете, а на утро стыдно, плачет, неужели это я, а все, хмель прошла, алкоголь ушел, теперь он уже пришел в себя, но поздно, он уже натворил делов. Потому апостол Павел пишет, не упивайтесь вином, не будьте подконтрольны этим вещам, он как бы проводит сравнение. И когда говорит, исполняйтесь Духом, это значит, отдайте себя под контроль Духа Святого, и будет вам благо, тогда вы будете исполнять волю Божию, тогда вы будете понимать, что нужно сделать в тот или иной момент, потому что мы будем подконтрольны Духа Святого. Потому апостол Павел и пишет, чтобы мы могли исполняться Духом Святым. Что значит, что значит исполняться Духом Святым? Но первое, это отдать жизнь Христу. Смотрите, апостол Павел пишет, и не предавайте членам ваших греху послание римлянам в орудие неправды, но представьте себя Богу, как ожившие из мертвых члены ваших Богу в орудие праведности. Или 12 глава римлянам 1.2. Итак, умоляю вас, братья, милосердие Божие, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благую Богу, угодную, для разумного служения вашего. И не сообразуйтесь веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная. Да, мы принадлежим Господу Богу при нашем рождении свыше, но отдаем ли мы себя в его распоряжение? Отдаем ли мы свое, что у нас есть Ему? Все, что нам принадлежит, братья и сестры, это не наше. И когда мы это поймем, нам станет легко. Мы не будем тогда хвататься за одно и за другое. Все, что у нас есть, это нам дал Господь Бог. Как я уже вспоминал, послание, не послание, книгу из Икииля, Господь, я вам, говорит, дал хлеб, а вы употребили не для славы моей, а куда-то для идолосных. Я вам дал детей, я вам дал различные одежды, золото, серебро, братья и сестры, все он дал. Но куда они употребили, куда мы употребляем все наши силы, знания, имущества, все, что у нас есть, кому мы отдаем? Тот, кто нам дал, или мы, может быть, для себя, или для кого-то другого. Поэтому, вот о чем говорит апостол Павел, исполняться Духом Святым, это значит отдать свою жизнь, и все, что у нас есть, это отдать нужно Господу Богу. Очиститься от греха, второе. Все, что есть, знаете, вот в жизни греховной, от этого нужно уйти, избавиться, очиститься. Если исповедуем грехи наши, послание Иоанна, то он, будучи верен и праведен, простит нам наши грехи и очистит нас от всякой неправды. Это очень важный момент в жизни христианина. Бог никогда не будет иметь дело с теми, кто сознательно употребляет разные такие моменты в жизни, ну, прямо скажем, живет греховной жизнью. Сознательно. Это огорчает Бога, это унижает Бога, что Его дети так живут. Бог ожидает от нас чистоты во всех областях нашей жизни. Чистоты в мыслях, чистоты в словах, чистоты в делах. И каждому этому есть подтверждение в членом Писании. И никакое огнегловое слово да не исходит из уст ваших. Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела. Вот чему нас призывает Господь Бог. И если мы хотим быть исполнен Духа Святого, если мы хотим проставлять Бога и жить жизнью радости, уверенности, а не депрессии, уныния или разочарования, то мы должны исполняться Духом Святым. И Господь для этого дал нам все необходимое, чтобы мы могли пользоваться этим. И пусть Господь нас, братья и сестры, благословит, помнить, что мы дети Божьи. Мы дети Божьи. И мы должны подражать Богу как чадо возлюбленное и жить в любви, как и Христос возлюбил нас. Это праздник, праздник, знаете, надежды, праздник радости, праздник единства, праздник, не знаю, вот понимания того, что мы Божьи дети. И потому давайте радоваться, давайте Бога прославлять, давайте, давайте, тавтология, давайте, дадим Ему место в нашей жизни, чтобы Он действовал через нас и чтобы был прославляем в нашей жизни. Пусть нашему Богу будет слава за все Отсутствие на Святом Духу. Аминь. Давайте помолимся. Милосердный Господь и Бог, Отец Небесный, во имя нашего Спасителя и Господа Иисуса Христа к Тебе прибегаем в этот час и благодарим Тебя за спасение и благодать, которую нам подарил Сын Твоем. Господь, слава Тебе за подвиг, который Ты совершил и благодарим Тебя за Духа Твоего Святого, Которого Ты послал в этот мир. Господь, Ты наделяешь его каждому человеку, который приходит к Тебе в молитве покаяния. И Ты, Господь, возрождаешь таково Духом Святым. Ты наделяешь силою Духа Святого и даешь, Господь, эту жизнь, жизнь радости, жизнь победы. Благослови, Господи, нам всегда быть благодарными Тебе, что Ты даешь нам, Господь, это понимание, разумение, что Ты открываешь нам Слово Твое через Духа Твоего Святого. Благодарим Тебя, Дух Святой, что Ты действуешь в нашей жизни. Господь, Ты созидаешь сегодня Церковь и ведешь ее в небеса. Слава Тебе за это. Просим, благослови каждого из нас, храни Тебя чистый, не оскверненный Тего мира, чтобы Ты мог могущественно действовать через каждого из нас, в частности, и в общем, через нашу поместную Церковь. Благослови, Господь, наши семьи. И сейчас, когда мы пойдем, каждый в дом свой, Ты благослови, Господь, радоваться пред, Господь, лицом Твоим. И пусть благодать Господа нашего, Иисуса Христа, и любовь Бога Отца, и общение Святого Духа, да пребывает с нами во все роды, Отец и Сын, с Той Дух. Аминь. Благослови Господь, братья и сестры, с миром Божьим.